добрый день дорогие друзья с вами школа креатива и я художник-педагог Валерия Крылова сегодня рада вместе с вами нарисовать вот такие цветы белые цветы с золотой поталью рисовать мы можем как гуашью так и акрилом и маслом кроющие свойства у этих материалов примерно одинаковые поэтому вы выбираете материалы по своему вкусу я очень люблю масляные краски поэтому рисовать буду маслом если вы рисуете гуашью или акрилом при работе с золотой поталью нам понадобится вот такой универсальный клей для потали если вы рисуете масляными красками то в процессе мастер-класса приклеивать золотую поталь можно на подвижный красочный слой после высыхания если вы декорируете и оживляете свою работу золотой поталью то также вам понадобится универсальный клей для потали размер холста у меня 40 на 40 и под такой размер я выбираю фоновые кисти 18 14 номер также для рисования цветов хорошо подходят кисти со скругленными кончиками иногда они так и называются цветочные кисти конечно наши незаменимые единички и мастихинами всегда можно добавить эффекты на завершающих этапах мастер-класса и также с поталью иногда удобно работать мастихинчиками цеплять золотую поталь вот в таких книжечках она продается очень очень тонкие листочки и иногда цеплять их как раз удобно пинцетом или же мастихином я предлагаю сегодня вот такую палитру белила всех красочек по чуть-чуть только белил побольше белила охра светлая охра золотистая кадмий желтый средний ум броженная умбра натуральная ультрамарин цирулиум и из черных красочек взяла сегодня и индиго и сажу газовую на фоне будем использовать индиго а где-то на завершающих этапах в глубину под белые цветы можно будет добавить немножко черного цвета любители неаполитанских красок могут использовать неаполитанскую желтую неаполитанскую розовую для создания и фона и цветов ну и также цветовую гамму интерьерной картины вы тоже можете выбирать под интерьер кто-то захочет может быть в более холодных тонах кто-то в более теплых а кто-то в нейтральных к потале мы с вами вернемся чуть позже а пока мы с вами сделаем предварительный набросок кто будет рисовать гуашью и акрилом могут предварительный набросок делать даже карандашиком а кто будет рисовать маслицем можно использовать масло но хорошо стирается и для того чтобы она хорошо стиралась мы с вами маслицем разбавим красочку возьмем чуть-чуть индига маслицем довожу до полупрозрачного состояния то же самое делаем и с акрилом и с гуашью если вы не карандашиками рисуете вот такая полупрозрачная консистенция позволит хорошо красочки наноситься на холст и также хорошо стираться а стираем мы с вами салфеточкой но и для начала мы в общих чертах раскидываем цветы примерно они в квадрат у нас с вами вписываются и нам нужно наметить вот такими неправильными линиями эти приложения копирка которая может идеально перевести изображение в нужный нам размер посмотрите прозрачный экран и с помощью ползунка я делаю изображение которое мне нужно нарисовать мы взяли портрет и прямо через экран я вижу свой карандаш и контуры изображения переношу их так не нужно также если мне нужно править прописать детали очень мелкие то я просто увеличиваю экранчик и детали становятся видны можно каждую мелочь прорисовать установив телефон на какой-то предмет сейчас данный момент он стоит на стаканчике получается такое вот прямо переведенная через наше приложение сейчас мы взяли холст холст большой 40 на 50 и решили перевести пейзаж прямо смотря в монитор видим как карандаш описывает нужные нам контуры и переводит то есть мы выстраиваем так ставим телефон на таком расстоянии какой нам нужен холст то есть мы любой размер максимальный размер удобный 60 на 90 минимальный это спичный коробок любой человек ребенок взрослый может перевести изображение с помощью данного приложения поэтому переходите по ссылке под видео там вы увидите ссылочку на приложение также вы можете вашем системе apple store или google play набрать слово копирка и выйдите на это приложение данное приложение будет хорошим помощником как для начинающих художников так и для профессионалов для перенесения контуров изображения на холст так что дерзайте используйте и делитесь приложением со своими знакомыми удачи вам да пребудет с вами вдохновение как будут у нас располагаться цветочки в первую очередь по центру холста большой цветочек нарисуем пока без деталей окружностями серединочку можно обозначить и справа слева еще цветы один цветочек за другой один лепесточек за другой цепляем органы в в в Вот здесь не целый цветочек, а лишь несколько лепестков. Всем цветочкам должно быть на картине комфортно, поэтому каждый лепесток я сейчас не вырисовываю. Я в общих чертах располагаю цветы. И если мы убедились, что всем цветочкам места хватает, то поработаем более конкретно. Можно начать с центрального, он у нас самый крупный с вами. И уже на этом этапе мы скользим вдоль лепестков. И для рисования цветов важно понимать, что все цветочки крепятся к серединке. Ножек стебельков мы здесь не наблюдаем с вами, но мы понимаем, что где-то с той стороны у нас стебелечек. И все лепестки крепятся к стебелькам. Кстати, лишние линии можно сразу подтирать. Вот так салфеточку наматываю на пальчик. И вдоль линии скольжу, лишнее масло подбираю. А во-вторых, уточняю и делаю контуры лепестков более плавными. Очень интересное расположение. Лепесточки имеют такую форму. Краешки неровненькие. Будем это моделировать кистью. Уже сейчас можно вот такой рваный контур изображать на предварительном рисунке. Пятый лепесток. Листочков. Лишнее масло подбираю. Сильно холстик не нажимайте, не трейте. Нам просто промокнуть нужно лишнее масло. Даже лишние линии не так важны. Но если только вы сами не боитесь в них запутаться. Все лишние линии будут закрашиваться у нас красочкой. Кроющие качества довольно высокие. И у акрила, и у масла, и у гуаши. Поэтому все лишние линии мы с вами закрашиваем. Кто особенно рисует на холстах, на подрамниках, сильно не нажимайте на подрамнички, чтобы они не прогибались. Продолжение следует... каждый по очереди цветочек выстраиваем лепестки где-то все пять видны где-то только два если у вас не квадратный размер а другой может быть у вас свободного места чуть больше останется можно подрисовать какие-то еще лепесточки но здесь есть такие на уровне мазочка да как будто бы там дальше еще продолжаются цветы основных вот столько наверх тоже сильно композицию не задираем до внизу красивые вертикальные линии что-то типа ножек но все-таки там и потали не так много и слишком сильно задирать вверх тоже не стоит каждый лепесточек по очереди один цветочек виден на фоне другого за счет изменения формы и цвета один чуть потемнее другой чуть посветлее так с вами и будем строить работу и сейчас последний цветочек намечаю вертикали можно только лишь для композиции себе наметить собираются у нас тут ножки и наверху еще несколько фоновых лепестков где-то они уже очень близко к верхнему краю холста располагаются как будто бы там еще лепесток посмотрим насколько сильно блестит работа старались мы с вами вытирать лишние линии сразу же но смотрим если работа сильно блестит мы еще вот таким образом салфеточкой лишнее маслица промокнем и будем начинать работать с фона лишнее маслица вытираю из палитры к маленькой кисти мы вернемся в самом конце а сейчас берем большие кисти для фона вернее маленькой кистью можно пробовать смешивать краски вот например на фоне внизу у нас совсем темно можно кстати и уже порисовать темноту я сейчас возьму умбру натуральную и внизу обозначу темные места черный пока не буду использовать чем мы раньше с вами наши глазки будут вот видеть темноту тем нам будет чуточку полегче намешивать более светлые оттенки можно брать индиго на ту же кисть я даже смешивать не буду белила я не добавляла сейчас я хочу чтобы глазки привыкали к вот такому темному нагруженному низу я беру умбру натуральную индиго слой краски небольшой но белый холст не просвечивается я и маслом не разбавляю краску если мы будем очень сильно разбавлять краску маслом то краска будет легче наноситься на холст но она будет более прозрачной серединочки можно отметить точных каких-то линий пока мы с вами не выводим в живописи набирать темноту сложнее чем высветлять потому что белая красочка она хоть и капризная но очень сильная и мы с вами вот эту темноту сейчас наберем до конца можно холста не доходить там напротив пойдет движение более светлым цветом и сейчас довольно длительное время будем работать со средними оттеночками вот такие есть холодновато серо-голубые и есть более-менее нейтрально серые на фоне они как раз обрамляют цветы и мы видим что белые цветы отлично видны на таком фоне а более светлый цвет наверху можно начинать с любого немножко перед началом работы кисть сейчас я увлажнила среднюю кисть беру белила и буду намешивать индиго он чуть-чуть в голубой идет вот можно как раз даже и не переходить в еще более холодные цвета добавлять сюда много много белого и приближаться к первому цвету к верхнему цвету вот такой цвет индиго плюс белила индиго чуть немножко а белил конечно много можно выходить на еще более холодные оттеночки добавляя цирулиум а вот внизу нейтральный серый можно даже разбавить черным цветом тогда наш холодочек немножко пропадет и вот таким цветом более темным я предлагаю даже можно капельку коричневого для еще больше теплоты добавить вот таким цветом предлагаю пройтись справа и слева от цветов фон решаем широкими мазками но если вам нравится растушевочка можете в принципе растушевывать либо освободиться когда кисть кистью либо другой кистью либо пальчиком кому как привычно можно взять чистую кисть растушевывать когда будет второй цвет можно пальчиком растирать красочку не экономьте потому что вам захочется может быть потом порисовать мастихинами а на фоне будет очень мало краски несоответствие будет такое конечно всегда можно добавить вниз тоже накидываем немного обратными движениями от центра можно пойти так переместите окей это потом это это до 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 Между лепестками, обратите внимание, если лепестки у нас светлые, а не в большинстве случаев у нас светлые, один лепесточек от другого мы будем отделять с помощью темноты. Вот есть места, где уже между лепестками темнота пропущена. Например, вот такие места. Вот такие. Сейчас труда не составит положить сюда красочку, а когда у вас уже краска закончится, нужно будет ее смешивать заново. Поэтому не поленитесь фон немножко пропускать между лепестками, и тогда у нас потихонечку будет форма выявляться. Но не будем долго задерживаться на одном цвете. Давайте вот остаточки краски можно прямо вот об этот лепесточек вытереть. И смешать более светлый цвет. Более светлый цвет. У нас есть там и теплые, и холодные оттенки. Давайте посмотрим. Более холодные это белило индиго, либо белило цирулиум. А более теплые это с охрочкой, и можно неаполитанский тоже добавлять. Зеленоватый есть. Вот такой чуть тепловатый цвет. Можно на основе неаполитанской желтой намешивать, кто любит неаполитанские цвета. Можно разбелить умбру натуральную, например. Теплоты добавить с помощью охры. Белило, умбра. И можно охрочки одной и другой. По темноте набираем с помощью черной красочки. Границы четкой мы не держим. То есть мы идем, допустим, снизу и плавненько кисть отпускаем. Или если вы идете сверху, то наоборот. Подтушевываем, так скажем. Если сложно и рисовать, и подтушевывать, то можно потом пройтись свободной кисточкой и сгладить эти моменты. Такой у нас теплый цвет будет присутствовать еще в цветочках. И напоминаю, что холодноватый оттеночек можно и на основе ультрамарина, и на основе цирулиума смешать, и на основе только индига. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лучше сейчас некоторое время работу держать более темную, чем сразу ее так сильно высветлить, что будут у нас пропадать контрасты. Ну, пока мы только начали, конечно, сейчас у нас еще нет контрастов, хотя мы уже темноту положили, а цветы у нас и так белые, поэтому глазки они потихонечку видят сочетание. Вот эту темноту по контуру лепестков тоже светом не забиваем слишком сильно, как будто бы такая окантовочка остается. И есть у нас такой горящий ударчик охру. Слева у нас в чистом виде можно брать золотистую охру, так как у нас на окружении уже красочки есть, она соединится с другими красками. И давайте ее мы будем рассматривать вместе с цветом. Вот теневым цветом, который есть на многих лепестках, он тоже у нас чуть теплый. Тоже за основу можно брать неаполитанский желтый и добавлять белила, коричневый. Охра золотистая. Вот этот лепесточек она обрамляет. Можно светлую охру добавить. Есть у нас такие моментики где-то еще в районе будущей потали. Теплота. И намешаем более светлый вариант белила, коричневый. Охра золотистая. Можно розовиночку туда добавлять, опять же, кто захочет. Продолжение следует. Время. 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 Мы рисуем не отдельные цветы, мы рисуем с вами цветовые пятна. Рисуем цветовые пятна, и в таком порядке что мы обступаем с вами наш центральный цветочек. Вот в данном случае мы создаем темноту коричневыми, можно от фона брать немножко серый. Все движения, кстати, у нас направлены к центру цветочка, к центру каждого цветка, либо от кончика, но именно вот такими лучами, как мы и рисовали наши цветы. И вы видите, что центральный цветочек у нас самый светлый, и он обрамлен будто бы более темными цветочками, которые находятся в тенях. Один из основных принципов живописи, что темное хорошо видно на светлом, светлое на темном, вот в данном случае будем использовать этот принцип. Вот такую темноту, пробегитесь глазками по каждому цветочку. И вот здесь из центра она немножко идет. Далее из центра будет более светлый цвет, такую темноту на протяжении, в окружении всей серединки не будем. Чуть-чуть ее сейчас мы сбавим, эту темноту. Давайте посмотрим на цвет вокруг серединки центрального цветочка. Вот здесь. Высветляем наш серый цвет, по-прежнему он в холоде, поэтому можно индиго, у кого нет индиго, можно ультрамаринчиком разбавлять. И вот таким образом из серединки мы с вами выпускаем темноту. Не нужно намешивать один цвет. По мере того, как краска заканчивается, я подмешиваю еще. Много красочек я не намешиваю. И это меня заставляет при подмешивании цвета, я его немножечко по пропорциям изменяю, и у меня получаются разнообразные переходики. Плюс я еще кисть в масле не промываю до конца, я ее просто протираю салфеткой. Поэтому вот в рамках одного цветочка можно разные-разные оттенки смешивать. И опять хочу сказать, чтобы мы не боялись с вами перетемнить, потому что белый цвет он очень сильный, обязательно его будем подключать в обратном направлении. И он, конечно, эту темноту немножечко сбавит. По всем темным проходимся. Где-то более теплый оттеночек. У нас на палитрочке уже есть варианты. Вот уже достаточно широкий выбор более темных, более теплых и более холодных, светлых. Конечно же, краски кончаются достаточно быстро. Намешивать на всю картину тоже не нужно, поскольку это может привести к единообразному такому цвету. А мы с вами хотим максимально живописную работу получить. Итак, от серединочки практически каждый цветок ближе к центру у нас более темный. За базовый цвет у нас идет сейчас белый и индиго, или белый плюс сажа. И добавляются разные оттенки. То коричневый, то ультрамарин, цирулиум. Может быть, кто-то желтенький хочет более теплый вариант, или же розовый. Здесь уже смешиваем мы все-все с вами по-разному. Вот этот цветочек, где у нас несколько лепестков, здесь, кстати, тоже темнота достаточно насыщенная. Вот отсюда между лепесточками выходит очень темный цвет, и он дальше скользит между, и вот здесь тоже ближе к этому цветочку довольно темно. Более холодные оттеночки. Можно смешать ультрамарин с белилами, можно цирулиум с белилами. Но чтобы яркость гасилась, я добавляю индиго. Может быть, кто не будет индиго использовать. Добавляйте сажи газовые. Маленькую-маленькую капельку. Лишь для того, чтобы цвет не был ярко-голубым, ярко-охристым, ярко-розовым. Кто будет в пользу розового смешивать. Может быть, кто-то на фиолетовую цветовую гамму больше будет делать упор. Я уверена, что в любых сочетаниях картина будет смотреться здорово. Главное уловить те контрасты, которые здесь есть. Белые-белые цветы на нейтрально-сером фоне. Но мы понимаем, что оттеночки чем более разнообразные будут, тем будет интереснее. И без темноты белый цвет мы с вами тоже показать не можем. Поэтому белый цвет я смешиваю с индиго или с сажей. И можно не бояться пока за вот такой довольно темный вариант. Высветлять в живописи проще. Тем более, что на фоне есть какие-то такие элементы цветочного характера. Можно, кстати, их уже начать намечать. Для этого возьму цветочную кисть. Пробегите с глазками. Посмотрите, где хочется еще не то что утемнить, высветлить. Это нам будет чуть-чуть позже. Понятно, когда мы начнем с цветами работать. А где нужно вот еще подогнать поближе краску, особенно кто рисует акрилом. Потому что у вас фончик высохнет быстрее, подвижность он свою потеряет. И посмотрите, где захочется вам, может быть, поделать более плавные переходики. Либо пальчиком, либо кисточку протираю. Несколько раз промыла, если там много краски. И главное, выжимайте все-все-все маслице. Мы с вами, когда в масленочку, чтобы промыть кисть, опускаем кисточку. Она набирает в себя масло. И я замечаю, что иногда плохо выжимаем кисть. А надо ее выжать хорошо. Для того, чтобы перейти из цвета в цвет, нам нужна довольно сухая кисть. Возьму кисточку со скругленным кончиком. Тоже перед началом работы ее я немножечко увлажняю. Но лишнее убираю. И возьму белую краску. И где-то на фоне есть вот такого плана. Мазочки, что как будто бы там еще один цветочек у нас. Без каких-то уточнений. Дальний план, зад, делаю чуть-чуть посветлее. Дальний план. практически без масла в составе масляных красок льняное масло присутствует и если вы свеженькие красочки используете то разбавлять их особенно не нужно если у вас вчерашняя палитра немножечко уже подветрилась тогда да может быть чуть-чуть вам стоит добавлять маслица на фоне у нас есть несколько лепестков уже близко близко подходящих к краю холста белой красочкой их обозначаю и наш предварительный рисунок уже в этих местах исчезает имейте ввиду что мы контуры не оставляем стараемся оживить каждый кусочек каждый участок наши картины пальчик у нас тоже кругленький и по Поэтому хорошо подходит для рисования цветов. Давайте белым цветом сейчас мы пройдемся по остальным лепесткам. И посмотрим, как можно задействовать пальчик. Итак, я рисую, покажу и пальчиком, конечно же, и кистью. Я как будто бы набрала краску и выталкиваю ее на краешек цветочка. На краешек каждого лепестка получается такой бортик. А вот эту границу мне, конечно, нужно смягчить. Хотите этой же кистью, хотите, можно даже использовать более мягкую веерную кисть. Набелила. Соединяю с моим серо-голубоватым цветом. По белому еще, может быть, разочек пройдемся. При вот такой растушевке белый цвет мог уехать. Мы посмотрим с вами на завершающих этапах, где его нужно добавить. А пока мы с вами с каждым лепесточком вот таким образом работаем. Я набираю белую краску. И она при переходе в мой первый цвет немножко усложняется. Если лепесток большой, вот можно еще такие прожилочки порисовать. Пальчиком, если мы это делаем, набираем краску на пальчик. И тоже вот как будто бы выталкиваем красочку на краешек лепестка. Получается вот такой бортик. И к серединке, но до серединки не дохожу, начинаю вот таким образом светотени формировать. Если нет кругленькой кисточки, можно использовать обычную кисть плоскую. Но ее прокручивать между пальчиками. Например, давайте нарисуем вот этот лепесточек в темноте. Вот такими круговыми немножечко движениями плоской кистью тоже можно работать. И когда я ее буду прокручивать между пальчиками, то краешки тоже будут получаться не квадратными, а кругленькими. Ну и растушевывать здесь уже не имеет значения. Круглая у вас кисть или плоская. Поэтому все варианты, все, что у нас есть под рукой, все мы с вами используем. Если чего-то нет, всегда можно найти замену. Вот этот цветочек в целом более темный. Он находится в тени от этого и центрального. Но темнота, как я уже сказала, нам тоже нужна. Без темных цветочков мы не сделаем акцент на центральный. Форму лепестков мы сейчас моделируем. Если при этом белизна уходит, то это не проблема. Мы на светлые и на темные возвращаемся, поскольку светлые и темные в процессе работы усредняются, замыливаются немножко. Поэтому обязательно художники на завершающих этапах и на темный, и на светлый возвращаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот разделение одного лепесточка от другого. Буквально маленький штришок. И мы уже отделили один лепесток от другого. Это нужно делать не навязчиво, не от одного кончика прямо до серединочки, а вот так чиркнули. А здесь, честно говоря, даже особо и не видно, где один лепесточек, где другой, а не кое-где внахлёст у нас с вами располагаются. Продолжение следует... Пробегите глазками, чтобы у нас центральный цветочек был окружен краской, и в большинстве случаев это темная краска. Начинаю я рисовать с периферийных цветочков, чтобы понять, как кисть у нас идёт. На этапе предварительного рисунка мы уже говорили с вами о том, что к серединочке крепятся лепестки. И сейчас я рисую цветочки, и кое-где мне приходится возвращаться на фон, чтобы максимально выгодно расположить наши лепестки. Вот, например, светлый лепесточек. Я специально под него даже затемнила немножко фон. И сейчас отлично он будет смотреться здесь. То, какой кистью вы рисуете, не должно задавать вам размер и форму лепестков. Вы видите, что я где-то так располагаю кисть, а где-то её разворачиваю на ребрышко, чтобы у меня все лепесточки были разные вот такой резной как будто бы формы. И где фона не хватает, кто акрилом рисует, добавляет, а кто маслицем рисует, слой красочки подвижный и достаточно, может быть, чуть-чуть переместить. Беленьким обвела, а вот здесь чуть-чуть голубоватый красивый лепесточек. Обратите на него внимание. Взяли немножко голубеньким его и вот здесь тоже. Продолжение следует... Перерывчики, пожалуйста, делайте, когда мы рисуем слишком яркие цветы, это для глаз немножко тяжело. Но и когда мы рисуем вот такие картины на сближенных цветах, тоже тяжеловато. Пожалуйста, делайте перерывы в работе. Я к следующему лепесточку перехожу и здесь, посмотрите, вот эта темнота является как будто бы повернут лепесточек. Я эту темноту подчеркиваю. Но сейчас буду смотреть, если здесь будет слишком ее много, она будет много брать на себя. Тоже нехорошо. Краски и немного и немало, иначе нечего будет смешивать друг с другом. Ну вот, если так оставить, здесь будет слишком большой такой треугольничек, поэтому мы с вами чуть-чуть правую часть высветляем. Какие-то проживочки там можно наметить. Вот наш сюжет с вами становится все светлее и светлее. Один лепесточек за другой мы цепляем. И когда вот так пальчиком я свожу краску вниз, я плавно, либо пальчиком, либо кистью, вы смотрите сами, но главное плавненько отпустить кисточку, чтобы не было заметно, где именно мы ее отпустили. И в этих местах получаются вот такие прожилки. Если прожилки не получаются, все-таки пальчиком попробуйте поделать, поскольку на пальчик вы всегда лучше чувствуете, с какой силой надавливаете. И тогда вы поймете, в какой момент кисть отпускать. По принципу, что мы с вами высветляем кончики лепестков, где-то больше, где-то меньше. Вот здесь, например, только кромочка светится. Поэтому я даже еще темноты подложу, верну темноту. Верну темноту для того, чтобы потом у меня вот эти два лепестка были на этом фоне видны. Обновила белую красочку. И продолжаю рисовать. Утемняю данный лепесточек. Проверяйте, если у вас он темный, то все в порядке. Продолжаем дальше работать. Белила. Сейчас основное внимание, основная работа белой краской. Ею мы можем делать с вами прожилочки. По уже готовым серым лепесткам. Но только сильно не высветляя при этом сам лепесток. В основном с кончиками работаем. К серединочке. От кончика к серединочке. Кисточку протираю, делаю ее плоской, чтобы кончик у меня всегда был остренький. И вот таким кончиком я могу даже подчеркнуть краешек лепестка. Если делать это маленькой кисточкой, это часто бывает похоже на откровенную обводку. Такие сюжеты выглядят гораздо проще, чем если мы с вами идем от растушевки. Вот здесь серединку я высветлила. К сожалению, в процессе работы с белилами надо, чтобы серединочка оставалась в глубине цветка, чуть-чуть подтемнить. Коричневый и индиго использую. И вот здесь я затемню. Это уже будет подготовка к рисованию центрального цветка. На этом цветочке не хватает у нас немножко темноты. Из центра выпускаю ее. Из центра выпускаю ее. Нюансы цвета. Издалека посматриваем на наши цветы. И смотрим, чтобы один от другого лепестки были отличимы. Может быть где-то стоит вернуться на темноту и на фон даже. Такого не бывает в картине, что мы сделали какой-то элемент и больше на него не возвращаемся. Наоборот, мы корректируем в процессе работы. Смотрим, как один цвет выглядит рядом с другим. Поскольку на палитре мы с вами мешаем. На белой палитре работаем уже на прокрашенном сероватом фоне. Поэтому, когда намешиваем краску, мы ее вот так намешиваем, чтобы и видно было, как один цвет к другому. Как они друг с другом сочетаются. Как относятся друг к другу. Здесь на краешке кончики лепестков тоже у нас светятся. Светятся. Тоже голубенького чуть-чуть. Здесь есть такие акценты. Вот здесь мы уже добавляли. Здесь добавляли немножко синевы. Сюда можно тоже цирулиум с белилами чуть-чуть взять. Учитывая, что здесь уже тоже есть белый цвет. И вот здесь уже есть белый цвет. еще хочется беленького сюда положить на краешек здесь красивый серый насыщенный серый фон в этом месте и поэтому этот цветочек отлично виден тут кстати места достаточно можно еще выпустить немножко лепесток посмотрю еще этот моментик издалека кисточку когда протираем обязательно следим чтобы она была остренькой вот этот лепесток который сейчас я рисую он в целом находится в темноте поэтому немножечко мы ему света даем по кромке вот здесь такой насыщенный коричневый цвет светится немножечко только кромка не пересветлите его потому что он является фоном вот для этих двух лепесточков а вот следующий довольно хорошо на свет попадает снова здесь я хочу немножечко добавить темноты чуть еще его опущу даже здесь так идут лепестки немножко по диагонали и вниз что вот этот у нас оказывается ниже всех здесь много коричневого я считаю я хочу его заменить на такой нейтральный серый или даже на холодноватый так что он и так же и и и Потихонечку мы разобрались с вами с окружающими наш центральный цветочек цветами на центральном можно даже уже подключить мастихины хотите под ложечку кистью сделайте хотите сразу мастихинчиком но опять нужно пробежаться вокруг и посмотреть везде ли у нас присутствует цвет и нужная темнота при растушевке могла уйти например вот здесь хочется чуточку такой ударчик темненького расположить это будет серединка впоследствии чуть-чуть перетемнила этот цветок сейчас верну верну свет мне нужно было утемнить только вот здесь немножко надо и кисть уже брать поменьше там как будто бы тоже торчит серединка там такой коричневый цвет буквально два три штришочка на стыке как раз вот этих двух лепестков мне это место как раз и нужно чтобы показать лепесточки друг на фоне друга и так если мы мастихинами хотим работать то мы берем мастихинчики со скругленным кончиком красочку набираем и вот таким образом тоже как будто бы выдавливаем краску на край лепестка образует вот такой бортик это для любителей мастихинчиков в принципе здесь и кистью можно набрать много краски и сформировать такую же такие же краешки такой же насыщенный белый цвет с помощью кисти но я покажу и так и так вы будете уже сами решать главное что мы должны сделать мы должны свести вместе на два цвета максимально максимально растушевать и дальше уже можно чуть-чуть добавлять маслица чтобы в рамках одного лепестка еще дать какие-то градации цвета какую-то складочку пустить вот таким образом серединочки подобраться а контур низ лепесточка он у нас темненький такой уже и конечно не совсем черный коричневый можно коричневатый здесь такой теплый цвет на палитрах наверняка есть следующий цветочек цепляем один за другой вот здесь помните я утемняла вот чтобы сейчас вот такой идеально белый получить в этом месте лепесток кистью тоже могу набрать много краски чтобы вытолкнуть и и плавненько отпускаю чтобы внутри лепестков еще дополнительные прожилочки организовать здесь идеально белый лепесточек что касается белого смотрите чем больше раз вы проведете по нему тем конечно менее белому будет поэтому если не ложится с первого со второго раза третью попытку лучше отложить лучше салфеточка немножко протереть это местечко дать подсохнуть немножко и чуть погодя пройтись еще разочек с белилами поскольку цветы у нас такие яркие такой насыщенный белый цвет что хочется именно на этом и сыграть поэтому внимательно следим за состоянием белого хорошо делать перерывы смотреть издалека на расстоянии двух трех метров с такого расстояния обычно смотрят на картину и еще очень здорово сами ученики подсказывают что когда фотографируешь этапы своих работ то некоторые моментики видны здорово очень хорошо видны такие прожилочки если слишком сильного белила сюда стянули то мы возвращаемся например вот на тот же голубоватый цвет и обратным движением от серединочки между прожилками возвращаем эту темноту следующий лепесточек тоже довольно светлый у нас все кончики светленькие мастихинчик может прожилки так не дать поэтому окончание движения мастихина можно пальчиком смягчить вот таким образом мастихинчиком красочку укладываю дергаю резко если краска закончилась резко то можно пальчиком здесь подработать довести пальчиком кромочку оставили с большим слоем краски а дальше можно дотянуть пальчиком этот лепесток большой поэтому здесь смотрите еще чтобы он не был идеально кругленьким вот таким где-то темнее где-то светлее и кромочка такая у него интересная поэтому выходим на границы соседнего цветочка смотрим чтобы там эта граница была темненькая вот такого плана прожилочки нам нужны кисть когда протираем складываем ее плоско не забываем это очень хорошо использовать там часто спрашивают как использовать разворот кисти чтобы сделать такой живописный лепесток я набираю красочку на острием прикладываю убедилась что красочка прилипла и я вытолкнула бортик и начинаю движение разворачиваю кисть ставлю тяну ее к серединочке и ставлю на острие вот таким образом можно краешки лепесточков сделать чтобы они были не ровненькими а с волной приложила кисть начинаю движение и переворачиваю между пальчиками ставлю на острие и отпускаю следующий лепесточек опять у нас только кончики на свету с темного на светлый вести или со светлого на темный это смотря вы хотите больше света или больше теней распространилась у вас больше светлая краска и вам нужно вернуть темную тогда если мы маслицем рисуем у нас красочный слой до сих пор подвижный еще долго будет оставаться подвижным мы можем темноту сюда вернуть а если наоборот мы слишком перетемнили цветочек то мы свет напускаем на тени поэтому смотря какую задачу мы с вами преследуем преследуем сейчас я буду это смягчать полосатый лепесточек нам тоже не нужен и еще один центральный лепесток он тоже большой но здесь такое ощущение что вот здесь этим заходиком на два делятся здесь мы тоже можем с вами использовать разворот кисти для этого я чуточку утемняю справа набираю краску и между пальчиками кисть проворачиваю белый здесь в основном и вот можно даже коричневым цветом коричневый плюс индиго с чем-то сейчас я возьму вот сюда подложить темноты немножко чтобы уже не трогать этот лепесток он вот так как будто бы чуть-чуть выходит а потом идет вниз вот таким образом он выходит и идет вниз и здесь снова у нас полутона на месте нам надо кромочку проявить и так как лепесточек большой здесь нужно наделать прожилок но так чтобы в полосочку он у нас не выглядел прожилок и также можно добавить какого-то цвета может быть синеватого или наоборот теплого выглядит он в полосочку или нет это как раз издалека заметно и если вы делаете поэтапное фото ваших работ глазки иногда не видят того что можно разглядеть на фотографии сейчас будем начинать работать с поталью давайте у нас темнота есть она даже сохранилась на некоторых серединочках а сейчас вот здесь чуть-чуть я хочу обрамить тут по ракурсу такое ощущение что серединка прикрыта внешними внешним слоем лепестков я хочу сейчас здесь высветлить немножко добавлять сюда поталь или нет вы можете решить сами исходя допустим из размера холста если холстик большой может быть вы здесь полноценный цветочек можете изобразить но художники стараются сделать в разном ракурсе цветочки поэтому вот один цветочек такой чуть-чуть от нас отвернутый главное чтобы темнота у нас по-прежнему продолжала поддерживать наш центральный цветочек поэтому проследите если при растушевке при работе с цветами чуть-чуть у нас темнота ушла может быть стоит сюда вернуться добавить темных и оставшуюся серединочку давайте доделаем коричневым и можно золотистой охрой похлопываю кисточкой вот этот цветочек можно чуть-чуть обыграть крошечной капелькой белого можно пройтись подчеркнуть серединочку так как будто бы тоже будет ракурс что немножко вывернут здесь лепесток в этом цветочке хочется вот эту белизну тоже сюда подпустить поближе чтобы был эффект вот такого изгиба белизну подпустить поближе к самому цветочку белых пятен стараемся не оставлять лучше допустим поближе сюда если боитесь сразу серединочку делать большой объемный лучше сюда еще серенькой подпустить после того как по талию поработаем можно будет добавить еще белила плюс желтый или охру плюс желтый и вот сюда этот лепесточек хочу тоже поглубже запустить далее кто работал акрилом фон у вас должен был уже просохнуть по фону уже можно работать по талию мы с вами берем кисть это кто гуашью и акрилом работает универсальный клей для потали нам пригодится и кисть какую-то чтобы не жалко было те места которые мы хотим с вами оживить с помощью золотой потали мы прокрываем с вами совершенно небольшим слоем клея пять минут ждем и работаем с поталию вот издалека посмотрела вот здесь можно даже чуть-чуть смягчить и вот эта желтизна столько потали у меня не будет чтобы ее компенсировать здесь кстати можно уже начать работать мастихином вот более светлый какой-то цвет столько желтого мне не нужно уменьшу уменьшу немножечко количество этой охры те же кто работают маслом можно на подвижный слой клеить если холст высох вы допустим с перерывами работаете то можно взять лак для художественно живописных работ и клеить на лак выбор за вами если мы с вами рисовали до этого поталию работали с поталию может быть у вас состава оставалась крошка крошку мы не выбрасываем на у нас есть курс по потали может быть если вы его проходили у вас уже крошка от потали накопилось вот она сегодня хорошо подойдет можно использовать ее на серединочках в баночку или в пакетик складывали мы с вами и теперь можно вот так посыпать серединке кто начинает только работать золотой поталию вот в таких книжечках она продается совершенно разные есть и оттенки золота и бронзы из серебра и состаренное золото очень много вариантов в данном случае нам не нужны слишком точные формы потали там где нужны мы с вами используем даже ножницы вырезаем ну под нужный нам контур а вот сейчас можно отрывать можете для этого использовать пинцеты отрываем не нужен ровный какой-то элемент поэтому я даже листочек взяла не новый а уже использованный от которого уже отрывала и аккуратненько прикладываем не старайтесь прижимать каждый кусочек вот он сейчас пока будете работать дальше он у вас сам прижмется а 2 вот прямо из-под лепесточка выходит я клею на лепесток я потом лепесточек поправлю говорила что мастихинчиками удобно работать потому что его вытереть всегда проще чем даже там руки до помыть и вот таким образом можно использовать мастихинчики количество золотой потали вы определяете сами там может быть так она вас приклеится что до самого низа пойдет а вот такие маленькие кусочки если у вас отрываются их во первых можно наверх вот здесь как будто бы падает наверху у нас кусочки с вами поменьше но вы смотрите если вас красивый там лепесток получился или очень красивый участок фона который вам нравится то не нужно прям туда клеить поталь может быть где-то правее левее здесь такой у нас золотой немножко дождь если кусочек потали в слишком большой приклеился неудачно а нужно понимать что это случайные такие вещи да мы смотрим от скребать его проще что вам проще отскрести кусочек или половинку кусочка или его закрасить если нам нужно чуть-чуть и он у вас уже хорошо приклеился может быть проще просто закрасить вот здесь видите тоже слишком ровненько у меня я буду еще работать с этим на серединочке вы либо отрываете совсем крошечные кусочки либо даже вот таким образом можно сыпать на наши серединки количество выбираете сами кто-то два-три кусочка может быть наклеить кто-то много если два-три кусочка то можно еще цвет золотой смешать белила плюс охра и желтый и увеличить с помощью именно краски маленькие кусочки если получаются большие смотрим либо отрываем либо закрашиваем чтобы не было ущерба у нас для уже нарисованных элементов и и ну и и серединочку лишнюю мы закрасим либо со скребем а кто хочет больше может даже вот такими более мелкими элементами выходить на лепестки не прижимаю я каждый кусочек поскольку в процессе работы они сами немножко оседают и могут прижаться если нет то сейчас я покажу как не попортить красочный слой ну кто акрилом или гуашью работает у вас ведь уже и подсохли цветы и фон подсох поэтому вы в принципе можете просто вот листочком бумажки приложить и прижать руками тереть не нужно руки скорее всего у нас с вами у кого-то в клею у кого-то в краске поэтому руками мы не будем прижимать можно использовать вот эти прокладочки книжки очень аккуратненько без вреда для красочного слоя может быть мастихинчиком чистеньким если здесь маленький участок можно поприжимать вот так мастихином потом что лишнее она отлетит я еще фиксирую дополнительно после полного высыхания лаком для живописных работ есть специальный клей для потали но можно использовать и обычный лак для масляной живописи крошки здесь можно поменьше добавить как будто бы с края холста еще у нас с вами спускается можно вот таким образом посыпать как будто бы этот дождь спускается здесь уже фантазируйте сами и сейчас покажу как сделать если слишком слишком ровненько приклеилась поталь а хочется все-таки какого-то такого эффекта более разнообразного во первых пройдемся посмотрим где я вот бумажкой если прижимала может быть где-то я попортила а вот здесь нам нужно еще прикрыться вами лепестком как будто бы поталь снизу лепесточка выходит вот так и далее мы смотрим с вами параллельно увидела что можно вот тут лепесточек подсветить и вот здесь слишком ровненький помните вот этот треугольник который у меня здесь образовался можно его сделать еще меньше и соседний лепесточек чуть усложнить и увеличить здесь наверное только торчит два лепесточка сюда не стоит клеить поталь чтобы не отвлекало ну а сюда решайте сами может быть две-три крошечки можно было бы наклеить и сюда смотря в каком ракурсе у вас получился цветочек может быть там тоже немножко будет проглядывать серединочка примерно понимаем в каком районе серединка два-три кусочка приклеим и сделаем цвет охра с белилами или с белилами желтый кадмий желтый чтобы получился у нас с вами цвет которым мы будем где-то прикрывать поталь где ее слишком много делать это я буду уже мастихином и так белила кадмий желтый можно с охрой и буду набирать краску на кончик и где-то либо достраивать серединку либо прикрывать лишнюю поталь ну тут скорее достраивать серединку прикрывать лишнюю поталь можно и коричневой краской только кончиком работаю самым-самым кончиком можно даже вот такими царапушками сделать пушистую серединку добавить пушистости совсем немножко вот этот цветочек в тени но ему тоже немного потали можно добавить вот так вот и А вот сюда уже желтого поменьше, я буду потихонечку утемнять цвет, на охру переходить. Охра золотистая. Охра светлая. И если глубины нет, пропала глубина, то нужно будет вернуть коричневую краску. Это здесь уже мы тоже смотрим издалека. Сейчас вот этими движениями я, вот где у меня есть идеально ровный оторванный кусочек, я эту ровность нарушаю. И коричневый. Коричневый у нас в глубине с вами, в основном. Вот здесь большой кусочек, его надо разбить через него прямо коричневый, пропущу. Соскребать не буду, а разобью его немножко коричневым. Чуть-чуть хочу зацепить. Темненькую краску, чтобы здесь тень организовалась. Коричневый, если теплого не хотите, не подходит он вам под интерьер, берите индиго или черный цвет, углубить серединочку. В том случае, если с поталью переборщили и в том случае, если расползлась белая краска и глубина у нас пропала. Соскребать не буду. Если белый размажется, посмотрим, может быть вернемся. Поэтому мы стихинчиком аккуратненько работаем. Ну вот лепесточек я задела, поправляю. Здесь у нас в тени с вами цветок, поэтому я не буду работать светлыми и такую пушистую не буду создавать. Здесь я даже поталь положила, чтобы подчеркнуть, может быть темноту где-то, контур цветочка подчеркнуть. Поэтому здесь я чуть-чуть соскребаю, либо закрашиваю краской самого цветочка, чтобы он такой брошенный у нас не был. Сюда смотрите сами, может быть тоже парочку кусочков каких-то маленьких. Если у вас большие получились лепестки, и тянет это на полноценный цветочек. Может быть одну-две крошки тоже вы решите сюда расположить. Сейчас мастихинчиком прижимаю. И с фоном еще разочек поработаем. С фоном поработаем в том плане, что нам надо оживить вот эти участки, где у нас как будто бы стебелечки идут. И плюс нам нужно еще наверху разбить немного, если слишком аккуратно приклеилась поталь. Внизу на фоне у нас есть совсем темные цвета. Здесь, как я и предлагала, можно черным цветом пройтись по стебелечкам. А также у нас есть с вами более светлые, даже какие-то зеленоватые оттеночки. Вот такого плана их немного. Ну, они хорошо оживят низ картины. Итак, наверху смотрим, если приклеили слишком ровно, тоже можно пройтись. Даже можно взять и с палитры краску, если у вас акрил, если маслица, можно вот отсюда прям соскребать, немножко форму видоизменять. Но вы это издалека увидите. Так, сидя вблизи, и если вы без перерывов работаете, это ничего не будет заметным. Поэтому и по этапочку фотографируем, смотрим на камеру. И издалека встаем, смотрим. Когда я рисую краской по потали, она перестает блестеть. Вот за счет этого я и делаю какие-то такие причудливые формы. А внизу можно кистью, можно мастихином. Зеленоватый цвет, откуда мы с вами берем, мы можем ультрамаринчик с желтым смешать и разбавить белилами. Индиго, кстати, с желтым тоже дает нам с вами зеленый цвет. Немного, здесь немного таких моментиков. Вот из-под этого лепесточка выходит такая зеленушка. Она, может быть, и не бросается в глаза на общем темном фоне. Вот здесь есть такой зеленовато-синеватый кусочек. Обыгрываем низ. Переборщили, кисточкой подбираем. Даже лучше переборщить, а потом подобрать, чтобы красочка как будто бы растворялась. Проверьте, пожалуйста, черноту. Никуда ли она не пропала. Вначале мы делали ее индиго и умброй. Теперь можно и черненького добавить. Ну и с палитрой можно собрать и светлые оттеночки, и темные оттеночки. И вот так по низу пройтись вертикально. Ориентируйтесь, что вот под этим лепестком есть свет. Вот так я и действую. Вот под этим лепестком 2-3 движения мастихина наношу. Интерес мастихина в том, что под лопаточкой краска смешивается. И мы только когда отрываем мастихинчик, тогда и видим, что там получается. Если не понравилось, всегда можно и снять мастихином и доработать кистью. Более светлые моментики здесь есть. Я их накидываю мастихином, но я сейчас кистью либо пальчиком, конечно, эти моменты все сглажу. Я их накидываю мастихином. Кистью я легонько-легонько касаюсь. Наверху тоже можно... Посмотрите, если наверху пустовато, а вначале, допустим, постеснялись там какие-то вырисовывать вот такого характера разношерстные штришки, можно сейчас вернуться и добавить. Ну, только не убираю, да, вот всю темноту, окантовочку мы оставляем с вами. Спасибо. 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 Сюда еще стебелечек выходит темненький, вот такой. А вот здесь тоже довольно темно. Проверяем, чтобы окантовка наших светлых цветочков никуда не пропадала. Посмотрим работку издалека на динамику вот этих палочек наших. Может быть, кто-то захочет более голубоватые туда подключить. Это может быть как индиго белила, так и на основе ультрамарина и цирулиума. Главное, чтобы у нас не заборчиком шли вот эти стебелечки импровизированные. А такой красочный слой создавался и динамика. Поэтому мы ставим вертикально, смотрим издалека, сильно-сильно прищуриваем глазки. Что бросается в глаза, там смотрим, может быть, подсветлить, может быть, наоборот, увести в темноту. Вот тут большой уголочек, я сюда еще голубенького могу добавить. Где-то по фону, может быть, чуть-чуть зеленоватого еще в поддержку вот этим зеленым. Серый можно увести немножко в зелень. Только не в яркую, конечно, не в салатовую. Но так и не получится, у нас серый цвет уже много где на картине. Он приглушает, конечно, салатовость. Я ультрамарин смешивала с небольшим количеством желтого. И серый цвет сейчас тоже подключается. Это если вы захотите чуть-чуть подзеленить на фоне. Где-то около цветочков, может быть. Перед тем, как издалека картиночку смотреть, делаем перерывы перед тем, как завершить работу. Вот тут слишком ровный такой контур. Здесь, на самом деле, вот заходит такой небольшой заломчик лепестка. Он очень маленький, но он симпатичный. Он разбивает большой лепесточек. Повторим его тоже. И просмотр в раме тоже надолго мы не откладываем. Охру все-таки уменьшить я хочу еще. Где-то вот так. Пробегитесь по самым темным, самым светлым местам. Итак, самые светлые, безусловно, у нас краешки лепестков. Думаю, что увеличивать я больше здесь не буду. Можно только приподнять здесь лепесточек. Вот так подтянуть его поближе. А так он находится в тени и для тени достаточно. Сначала по краешкам всей картины пробегаемся, а потом по центральному цветочку. Он у нас большой и светлый по краешкам, темный к центру. Вспоминайте, где краска с первого раза не легла. Где сейчас нужно добавить беленького. Я освежила белую краску, выдавила новую. И прохожусь по тем местам, где у меня вначале излишний, может быть, был маслянистый слой. Или просто я много раз вела по картине и она у меня не ложилась с первого раза. Вот так. Музыка. Пока. Все движения По-прежнему к центру Даже маслице уже хорошенько Подсохло, если брать краски побольше То ложится Уже и третьим слоем неплохо Только не забывайте резко дергать кисточку так Чтобы окончание мазочка не было заметно Если сильно-сильно прищурится То белые места очень хорошо видны Кому не видны Вы даже можете картиночку Сделать в черно-белом варианте И посмотреть Самые-самые светлые места Ну а самые темные Это серый цвет вокруг По контуру нашего букетика И конечно же внизу Давайте посмотрим Как выглядит наша картина в раме И подпишем работу Вот так вот Вот так вот Вот так смотрится Наш сюжет в рамочке Можно золотистый Серый Под ваш интерьер Белые цветы Хорошо в белом багете Смотрятся Обязательно присылайте нам фотографии Работ, которые вы рисуете вместе Со школой креатива Всегда очень рады успехам наших учеников И продолжайте рисовать вместе с нами До новых встреч, дорогие друзья Пока! Субтитры создавал DimaTorzok